Всем добрый день! Это подкаст «Что имели в виду немцы?». Подкаст выпускает берлинский канал Уствест, в студию его главный редактор Мария Макеева и Тата Гутмахер на связи со мной, берлинский историк, филолог, моя постоянная спутница, собеседница в этом подкасте. И времена такие, что самое время, я считаю, Тата, подумать о Боге. Маша, времена такие, что действительно давно пора. Не то, что о Боге, но хотя бы о душе уже давно пора подумать, уже года полтора. Хотя, по ощущению, все 10 лет. Мне кажется, последний месяц как раз все чаще заставляет задуматься о душе. И о душе, о душе, Маша, о душе. Очень жарко. Потому что то, что происходит на земле, на бренной земле, оно еще, опять-таки, дополнительно заставляет лишний раз задуматься о том, что выше. Но надо сказать, что Германии с немецкой тщательностью вся эта жизнь, связь с Божественным, она очень систематизирована, бухгалтерски подсчитана, оформлена. И так иногда, что просто диву даешься. Поговорим сегодня об этом тоже. Но хочу также добавить, что у нас есть и новостной повод, помимо общего желания поговорить о Божественном. То, что выяснилось на днях, что в прошлом году в самом большом католическом приходе в Германии, в Кёльне, ну и вообще, в принципе, в католической церкви, именно в Германии, было зафиксировано рекордное число желающих покинуть Лона Матери Церкви. Знаешь ли ты, Тата, почему? Или догадываешься? Я наблюдаю отток от церкви довольно давно. Примерно с тех пор, как я в Германии, а это уже немножко больше 20 лет. Как известно, главная немецкая добродетель не имеет к церкви никакого отношения. Главное, немецкая добродетель – это шпарен, то есть экономить. А быть церковным человеком в Германии в первую очередь означает делиться какой-то частью дохода, довольно существенной, чуть меньше, чем традиционная десятина, про которую мы учили в советской школе. Но всё-таки это заметная сумма. Так что очень простой аргумент. Если я могу сэкономить на этом, то отчего бы нет, к сожалению. Или к несожалению? Я тоже сначала подумала, что, может быть, это связано с финансами. Потом я подумала, что неужели пандемия произвела в умах и в душах главных граждан такие тектонические какие-то сдвиги, что они захотели даже почему-то покинуть католическую церковь. Подумал, что это очень интересно. Он выяснил, что это вообще не имеет отношения ни к одному, ни к другому. А это связано с педофильскими скандалами, с тем, что католическая церковь недостаточно их расследовала просто. И что там буквально припирали уже к стенке епископов, которые покрывали тех, кто совершал эти преступления. И это очень многих сильно поразило, скажем так. И вот это единственная причина. Это нам, православным, конечно, непонятно, потому что наша вера в Бога, она всегда была кредо и кви абсурдум эст, основана на абсурде. Священник может быть пьяницей, он может быть прелюбодеем, он действует не своей властью. И с этим смиряется человек по ту сторону христианства. В восточном варианте христианства мы привыкли к тому, что мы не всё понимаем, что какие-то вещи нас напрямую искушают, как какие-нибудь юродивые. Западный же человек привык к тому, что, в общем, всё комильфо, выражаясь уже не по-немецки, а по-французски, всё как надо. Разумеется, его внезапно это покоробило. Мы-то знаем, что священник действует не своей властью, а властью, данной мне Богом, как это идёт в тексте. Потому нам это, так сказать, от этого не тепло, не холодно было бы. А вот немцы оказались очень чувствительны, но, собственно говоря, эта идея, идея разумности, идея разумного анализа всего, что попадается под глаза, это западная идея. Так что ничего не поделаешь. Был скандал, надо расписывать, надо объясняться. Когда я приехала в Германию, то столкнулась с немецкой церковью сразу. Сразу. Ты знаешь сейчас, о чём я говорю. Зрители, может быть, те, кто не приезжал в Германию, и пытался тут устроиться на работу, не в курсе. В общем, это происходит так. Ты заполняешь какие-то совершенно небожественные бумаги, связанные, собственно, с твоими доходами, как ты будешь платить налоги, поражаешься их размером. Я убеждена, что если бы россияне сами высчитывали свои налоги, а не работодатель их этим бы занимался, то страна бы, наверное, выглядела иначе. Потому что когда ты видишь, что ты платишь, ты в полном шоке. Да-да. И плюс ты знаешь все подробности, что, чего, куда, где можно было бы сэкономить, за счёт чего. То есть ты сам себя бухгалтер, и это занимает очень большую жизнь, большую часть жизни в Германии. И к церкви это имеет самое прямое отношение из упомянутой уже татой десятины церковной. То есть в Германии примерно половина населения, то есть 40 миллионов человек от 80, ну там с лишним, да? На самом деле не 40, там минус дети. То есть это огромная армия людей, которые платят довольно внушительные деньги. Высчитывается он так. Берётся подоходный налог, в Германии он прогрессивный, то есть чем выше доход, тем выше налог. От него высчитывается 9%, а в Баварии и в Баден-Вюртенберге это 8%. Вот эта сумма и есть церковный налог, и получаются миллиарды, миллиарды в год. Там в 2018 году католическая церковь получила 6 миллиардов, а протестантская 5 миллиардов евро. Поэтому церковь в Германии такая же кредитоспособная организация, как само государство, и плюс после государства это второй работодатель в стране. Тут тоже интересная вещь, что священники – это вовсе не основная часть сотрудников церкви. Священников как раз в Германии не хватает. Вообще очень тяжёлый неблагодарный труд, да? А это сотрудники больниц, в общем, тоже не самая благодарная работа. Больниц, фондов, детских садов, в общем, таких околоприходских учреждений, которые церковь содержит, и куда прихожане, часть общины, те, кто платят десяти, но имеют право ходить. Ну вот смотри, я сейчас об этом знаю, и мне случалось пару раз, оказавшихся в трудной ситуации соотечественников, здесь в Берлине или ещё там, в Кёльне, посылать к мальтийцам, это священники мальтийского ордена, которые бесплатно принимают тех, у кого проблемы со страховкой, но он вот прямо сейчас умирает, этот человек. И я теперь понимаю, куда идёт этот доход, например. Например, вот сюда. Например, для того, чтобы спасти какого-нибудь бездомного или человека, внезапно приехавшего и оказавшегося в трудной ситуации, или просто человека, который не в состоянии платить медицинскую страховку. Но началось моё знакомство с тем, что такое церковь и где хранятся вопросы о вероисповедании очень причудливым образом. Для меня это был шок-контент. Я только приехала в Германию, и внезапно в одной из первых анкет, которые мне случаются здесь заполнять, я встречаю вопросы о моём вероисповедании. Меня это повергает в шок. Хорошо, я себя всегда считала христианкой. Мне нетрудно, я готова встать на табуретку и громко сказать, что я верую в Христа. Но почему здесь? Почему в Европе? Меня в университете в московском об этом никто никогда не спрашивал. Почему? Я действительно не поняла, пока мне не объяснили, что всё очень просто. Дело в том, что государство помогает церкви собирать налог. Именно потому тебя сейчас об этом спрашивают. Но там же меня успокоили. Ты не волнуйся, ты же наверняка православная, а с тебя денег не потребует. Ваша религия у нас в Германии бесплатна. Вот такое смешное начало. Но я не знаю, как ты, но мне пришлось написать, что я атеист. Потому что там было только два варианта в налоговых бумагах. Либо ты верующий, и тогда ты согласен на церковный налог, а я нет. Вообще никак не была согласна с этим. И православная, там не было никакой графы, где я могу писать, извините, я православная. Там можно было только сказать, да или нет, верующая или нет. То есть фактически от Господа Бога отрекся в каком-то налоговом документе. Это было довольно неприятно, я хочу сказать. Даже несмотря на то, что никуда в высшей сфере это бумажным самолетиком не устремилось. Ну, я думаю, там наверху разберутся, кто... Уж если апостолам можно отрекаться, нам тем более можно. Вон, Петр отрекался, и ничего. Так себе основателем церкви сделался. Но нам это, конечно, не грозит. В конце концов, прекратите, барон. В конце концов, Галилей тоже отрекся. Поэтому мне всегда больше нравился Джордана Бруна. И не знаю, кого из апостолов привести в качестве примера, но отрекаться не хотелось. Было неприятно. Барон Мюнхгаузен наш национальный, конечно, русский герой в образе Янковского. С этим ничего не поделаешь. А немец, между прочим, немец. Немец, да. Но, как известно, что русскому хорошо, то немцу, может быть, не очень хорошо. Выразимся мы политкорректно. Я все-таки хочу, чтобы мы договорили налоговую тему, потому что она очень какая-то... И в случае с церковным налогом оказалась длинная. И едва туда погрузив вот так... Ну, то есть, ты знаешь, как подходишь к пруду. Так лицо только... Лицо только поверхность воды опускаешь, а там целое подземное царство. Там плавают русалки, морские коньки. Ты не можешь никак оторваться. Вот примерно это так же с темой налогов. Так вот, церковный налог платят не только те, кто поставил в нужном месте крестик в анкете, будучи в сознательном возрасте. Если ты родился в семье католиков, тебя крестили во младенчестве, ничего не спрашивая, то все, теперь ты член общины, и как только ты начинаешь платить налоги, тебя вычитают церковный налог. Чтобы перестать его платить, нужно выйти из церковной общины, и для этого нужно пойти не в церковь и не громко сказать «отрекаюсь», а нужно пойти в районный суд, записаться на прием в часы работы строго ограниченной, там написать заявление, заплатить пошлину, в среднем это 30 евро, а потом уже уведомить о своем выходе из церкви налоговой службы, опять же не церковь. И если верующий женится, то церковный налог начнет вычитаться из доходов его жены. То есть она может пойти вовремя в бюрократическое учреждение и сказать, что она атеистка или православная, которая не платит налогов православной, и мусульмане, кстати, тоже. Тоже отдельная история, почему иудеи, да, и католик с протестантами, да, а православной мусульмане нет. Но не всякий неверующий супруг может освободиться от вот этой уплаты церковной десятины. Это имеет отношение исключительно к тому, как это организовало государство. Если у вас общие налоги, ты не можешь никак выйти из этой ситуации, должен будешь тоже платить. Или если, например, кто-то из супругов мало зарабатывает и является при этом верующим католиком, значит, ты как супруг второй должен оплачивать его верование. Вот такие удивительные расклады. Очень забавно, что необходимость состоять в церкви на самом деле с человеком, то есть человек с ней сталкивается крайне редко. Ни один, ни один знакомый немец мне рассказывал о том, что как о таком вот лайфхаке, что из церкви-то я вышел, но на службу-то я могу ходить. Да, я не могу жениться или креститься церковно, но с этим я как-нибудь разберусь. И это, конечно, очень забавно. Хочется в этот момент спросить, а как же, а институцию поддерживать, почему тебе это не греет твою бессмертную душу? Я же столкнулась с очень забавным моментом в свое время, когда пришла пора крестить моих детей, а мне хотелось очень это сделать и сделать это в Германии. Меня спросили, есть ли у меня документы о крещении. И я, сделав округлые, большие выразительные глаза, сказала, что я крестилась в России. На что меня переспросили. Еще раз, вы не поняли, наверное, вопроса. А есть ли у вас документы о вашем крещении в России? Я повторила еще раз, я была крещена в Советском Союзе. Меня по-прежнему не поняли, мне пришлось подробно объяснить, что документы никому, никто никогда не давал. Возможно, в последнее время это делается, я уже не знаю, как жизнь устроена сейчас. Но это был забавный момент непонимания. А как же так? Подожди секунду, а ты крестила детей? В какую веру-то? Я крестила детей в православную веру и в одном из европейских государств. Тогда была еще русская зарубежная церковь. Но, тем не менее, забавен разговор, потому что он повторился с точностью до, так сказать, полного подобия в Германии, когда меня спрашивали о том, во что и как веруют мои дети. Как они будут решать вопросы с налоговой декларацией, это уже не мое дело. Пусть думают сами. Православная церковь просто не прибегает к услугам немецкого государства для сбора десяти, но, может быть, ей не предоставляли этой возможности. Я не знаю, как бы церковь, как институт, на это отреагировала. Может быть, с удовольствием, а может быть, побоялась бы растерять последних верующих. Но я просто удивляюсь, почему русская православная церковь за рубежом не была в курсе, как дела обстояли с этим Советском Союзе. Вообще, вот мы привыкли воспринимать Германию как нечто очень современное такое в плане идей, мышления, демократии, либерализм и так далее. А потом ты приезжаешь и хоп, и вот эти все дела с налогами и церковные десятины, и вообще как так? Ты сравнивал наши отношения к религии, к Богу. Это вообще трудно сравнимо, потому что у нас были 75 лет без всякого Бога и с чем-то совершенно обратным, а у них-то нет даже в ГДР. На самом деле, это не такой простой вопрос. Потому что здесь тоже было огромное течение по возвращению в лоно религии. Во второй половине XX века, разумеется, было немодно веровать. Это как бы всеобщая тенденция мировая. И ровно таким же образом где-то с 80-х годов потихонечку люди начали возвращаться, предоставляя, например, своим детям, тогда еще маленьким, возможность выбрать религию в сознательном возрасте, то есть в подростковом возрасте. Когда дети, вместо того, чтобы пройти конфирмацию, просто в это время крестились. Детям позволялось это сделать. Это конец XX, начало XXI века. Так что здесь тоже был по другим причинам и немножко в другой конфигурации, но ровно та же тенденция. Но все-таки не сносили храмы, не было такого богоборчества. Это не сравнить с Советским Союзом ситуацию. Да, безусловно. Я скорее об этом. Поэтому, как мы верим в Бога, как там русские верят в Бога, это очень своеобразная вещь. Я думаю, что таких примеров очень мало, скажем так, сравнимых точно нет, потому что плюс еще на это на православие накладывается и так далее. Хорошо. Тут, наверное, уместно несколько слов сказать о других религиях. Я предложу сразу вариант такой очень немецкий, очень берлинский такой вариант. В эфире у Светства ходило как-то интервью с женщиной и мамом. Я, кстати, предвкушала, что я тебя спрошу, и я тебя спрошу, как это будет по-феминистски, Тата. Неужели и мамка, скажи мне правду? Во-первых, новое время нас приучило задавать вопрос человеку, как вы предпочтете, чтобы я вас называла? Но по мне так по-русски звучит очень хорошо, комфортно, и мамка. И мамка. Очень миленько, но... И мама, я не знаю, и мама, и матушка. И мама, и папа, да. Но тем не менее, это действительно женщина-имам, представляю нашим слушателям Сейра Анатеш, женщина-имам мечети Ибн Рушд Гёте. Уже название хорошее. Гёте, я надеюсь, это наш немецкий Гёте. Ты правильно все угадала. В июне 2017 года эта мечеть открылась, она называется Ибн Рушд и Гёте, потому что ее создатели хотят примирить ислам с европейскими ценностями. Поэтому она названа сразу и в честь соответственно великого немецкого и великого арабского поэта, средневекового арабского философа. Это такая либеральная мечеть, она не очень простая, либеральная мечеть, где мужчины и женщины имеют возможность молиться вместе. И вот, что нам рассказала женщина-имам. Мы мусульмане, шииты и сунниты и сунниты по пятницам собираемся на традиционную молитву, но к нам часто приходят гости. Мы готовы их принять, дать им возможность присоединиться к нашей религиозной практике. Многие люди воспринимают это все как угрозу. Мы угрожаем их устаревшим стереотипом, ставим под угрозу патриархат, потому что мы говорим, что мужчины нет исключительного права контролируют религию. Право толковать религию не закреплено за консерваторами. Мы тоже имеем право на наше видение. Как либеральные секулярные мусульмане мы тоже думаем о религии, читаем Коран, интерпретируем его в современном ключе. Это значит, что когда мы видим какое-то правило, мы задаем себе вопрос, в чем его смысл. Оно осуществимо сейчас, в 21 веке. В этом и заключается критическое отношение к Корану, а мы критически мыслящие совершеннолетние граждане. Ортодоксам такое не нравится. Именно поэтому на нас и лично на меня нападают консервативные люди. Ортодоксы, они радикальные исламисты из ИГИЛ. Не радикальные исламисты. Что думаешь об этом? Об этом и подумать ничего не могу, потому что у меня не мысли, у меня чувства. Я испытываю восторг абсолютно полный и настоящий. И, собственно говоря, понятно, что к одному и тому же потихонечку приходят все три авраамические религии с разной скоростью, с разными побочными, так сказать, явлениями. Но у меня это вызывает бездну восторга, и я от души желаю и этой имамке Сейран-Атэш, и другим имамкам, и вообще просто женщинам исламского, мусульманского вероисповедания чуть-чуть больше участия и в вопросах вероисповедания тоже. И мне кажется, что если не в Германии, то где же тогда? По-моему, это прекрасно, и можно просто затаив дух, даже не аплодировать, а просто наблюдать и желать всего хорошего. Вообще, мне, если честно, даже удивительно, что такие вещи существуют, потому что мы видим такую поляризацию очень сильную, в то время как появляется что-то очень прогрессивное, одновременно появляется что-то очень такое застарело-дикое, скажем так. И одно как бы угрожает другому, явно не прогрессивное, а застарелому, да, наоборот. Но это существует, и, наверное, не меньше, чем женщина и мам поражает наличие священника Гия в Берлине. Это отец Бурхарта Борнеман, священник он в евангелической церкви, на Курфюрстенштрассе. Самое сложное было в том, что я не такой, каким себя представлял. И я долгое время не мог простить этого самому себе. Вдобавок к этому я хотел стать священником, это было мечтой детства. Но даже тогда было невозможно представить себе евангелического священника, который открыто живет гомосексуальной жизнью. Как я представлял себе жизнь священника? Это священник, у которого есть жена и дети. И так как я очень хотел стать священником, я женился, у нас родились трое детей. Но по мере того, как развивался я, развивался мой брак, я понял, что должен быть верен себе. На тот момент я уже был священником в церкви в Райникендорфе, но только спустя несколько лет после развода с женой я был готов раскрыться перед своей общиной, семьей и друзьями и сказать, что я такой, какой есть. Пожилые члены общины начали рассказывать мне о собственных жизненных переломах. Речь не обязательно шла о каминг-аутах. Например, некоторые пожилые дамы рассказали мне о своих распавшихся браках в молодости, о которых они раньше никогда не рассказывали. Но теперь у них появилось чувство, что их священник открыто говорит о своих проблемах, и теперь они могут рассказать ему что-то, чего никогда никому не говорили. И вот когда этого священника слушала, он очень так все подробно в интервью рассказывал, наш корреспондент с ним не один день даже провел, они очень много там вокруг ходили, и эта церковь очень активная, она там помогает секс-работницам и так далее, активная и прогрессивная. Но у меня все равно было ощущение, что это ну такая исключительная вещь, и может быть даже этот святой отец немножко лукавит, потому что прям вот он рассказал пожилым членом общины, что он гей, и все так это мило восприняли. Но люди же очень разные, наверняка было много хейтерства, он просто об этом сознательно не говорит, и я понимаю, почему, но как бы у многих такие вещи создают превратный образ Германии, очень идеализированный. Возможно, его впечатления отредактированы, но... Им самим я хочу отметить, а то подумают слушатели, что это мы делали, нет, нет, нет. Но, послушай, я в этом вижу совершенно феерическое возрождение христианства. Я не очень хорошо знаю про Запад, я много занималась и занимаюсь Византией, и мы не знаем достоверно про сексуальную жизнь византийских православных прихожан. Но у нас дошли совершенно фантастические документы, в которых описано... Ну, это что-то вроде опросников, которые были у священников для того, чтобы спрашивать исповедующегося о том, в каких грехах он, так сказать, хочет исповедаться. Так вот, когда читаешь эту вещь, ну, в общем, преисполняешься уважение к этим священникам и удивление. Там расспрашивается в подробностях, о чем следует расспросить кающегося. Спроси у него, сколько у него... Сколько раз он прелюбодействовал? Сколько раз, да? То есть вопрос не в том, прелюбодействовал ли он до брака, а с невестой, а со свекровью, а с тещей, а было ли прелюбодействие внутри семьи, а со скотиной и так далее. Там есть, там подразумеваются абсолютно все формы сексуального взаимодействия, даже те, о которых мы стесняемся говорить вслух. Это никого не смущало. Любой человек может оказаться в любой ситуации. Люди об этом, очевидно, рассказывали. Да, надо было, там назначались специальные покаяния и так далее. Но тем не менее церковь имела в виду, что человек, он может быть разным. И это никого не смущало. Это очень забавная вещь, про которую мы почему-то забыли. Да, как мы помним, мы выросли в стране, в которой секса не было. Именно потому для нас удивительная вещь, когда открыто говорят о каких-то вещах, которых на наш советский вкус все главное из детства. Вообще не присутствует в природе вещей. Ну, мало ли, кто-то где-то гей. Ну, так вот, вслух об этом разговаривать, как же так, разве можно? А можно и нужно. Мы люди разные, и я действительно вполне, я бы с тобой поспорила, я думаю, что вполне может быть, что в его прихожанах действительно он вызвал желание тоже поделиться чем-то, что у этих людей не так, как у других. Убедиться в том, что твой священник, он не какой-то суперсвятой, закостенелый, а живой человек, который живет своей обычной жизнью, которая не такая, возможно, как у других, по-моему, это просто прекрасно. Это очень красиво. Ну, я не даю этому никаких качественных оценок, заметьте, я же не себе говорю, он упоминает пожилых прихожанок, это немножко разные вещи. Я думаю об этом, что прихожане у него люди очень разные. Ну, и все равно, я с тобой не согласна в той части, что говорить о чем-то открыто, это, конечно, почему перестали об этом, о чем-либо открыто говорить в том же Советском Союзе, опасаясь осуждения, наказания. Ты говоришь об исповеди, конечно, они спрашивали все, но это же были грехи, за которые не просто тебя, там, не знаю, пяти минут тебя накладывалось, а общество тебя очень сильно осуждало за вообще любые грехи самого такого мелкого свойства, а уж тем более какие-то там невероятные сексуальные поступки, назовем это так. Ну, и мне трудно сказать, что было в Византии, какое было отношение к геям, это как-то очень большая тема, и я тут вообще не специалист, но то, что пожилые люди на Корфюрстенштрассе, не все такие, а, да, ну, классно, это точно так было, сто процентов. Иначе бы отец Брухард просто не боялся бы им рассказать, он, конечно, боялся, он прекрасно понимал, что он в обществе, где очень разные люди, и тут вообще далеко не все прогрессивные, это абсолютно нормально, они разные. Я думаю, что, когда ты говоришь слово разное, ты, возможно, не имеешь в виду того, что многие пожилые немцы, они совсем недавно пришли к религии, или для многих религия это такая полуигра, или это возвращение к детству, или многие пожилые, скажем, берлинцы, это активные в юности феминистские борьбы, люди, которые, руками которых вся, собственно, получены все те права, которыми мы сейчас располагаем. Пожилые люди, они очень разные, и пожилые немцы Берлина это совсем разные люди. Они не похожи друг на друга, и они совсем не похожи на пожилых людей, как мы себе их представляем по России. Вообще говоря, мы каждый раз с тобой, обсуждая что-то, что имеет место в Германии, сталкиваемся, конфронтируем с одной и той же штукой. Нам все время кажется мститься какая-то гомогенность, которой здесь нет. И в этом спасение немецкого образа жизни, потому что нет никакого одного образа жизни. Главное, что все разное, все разное, и что возможно быть разным, и не просто допустимо, а то, что вообще нет проблемы в том, что быть разным. Да, есть какие-то пожилые немцы, которые, вот жалуется, мой друг немец, который преподает фортепиано пожилым людям, что некоторые пожилые немцы отказываются играть Баха. Догадаешься, почему? Нет. А у них эти предубеждения есть. Бах — это церковная музыка, а они не религиозные люди. И для них это очень жесткая сцепка. Они не хотят играть хоралы Баха, потому что они светские люди, не верят в Бога. И играть эту вашу церковную музыку они не хотят. Ничего себе. Ну а что они хотят? Этюды Кабалевского, что ли, играть? Мы все играли в советские школы. Баха и нормально. Никому даже это в голову не приходило. Удивительно. Вот представь себе, потому что у нас это не было никакой болезненной точкой. Это не было важным пунктом самоопределения. Это было как бы просто фигурой умолчания. Все то, что связано с религией. В Германии это было не так. Забавная еще одна вещь. Ведь вообще-то говоря, в основном законе, в основном законе, в Конституции Бог упомянут буквально в первой фразе, в преамбуле. Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, то есть это одно из первых слов. И это отнюдь не случайность. Немцы на эту тему очень много дискутировали, когда писалась, не знаю, как это правильно называется, Конституция Европы. Откуда все-таки слово Бог убрали. А немцы решили вот не убирать. Решили не убирать. И очень забавно, и очень аккуратно они с этим делом обращаются. То есть Бог упомянут еще там в нескольких местах, в присяге, например. Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа и так далее, и так далее, содействовать его пользе и прочее. Да поможет мне в этом Бог. Это тоже, вот я специально проверила, статья номер 56 из Конституции. А что делать с тем, ну, это в США то же самое, кто не верит в существование Бога? Тогда придется самому без помощи. Вся жизнь вот так вот, понимаешь, кто не верит, не прибегает к помощи, а один справляется. Послушай, там все в порядке, там проблема решена, там есть уточнение. Однако уточнение есть. Присяга может быть принесена и без религиозной формулы. А, и все. И все. То есть это настолько просто, и это, вот эта простота, она поражает. А что так можно было, хочется спросить? Что действительно, если хочешь, упоминаешь, да поможет мне в этом Бог. Не хочешь? Пожалуйста, можно и так. Но ты знаешь, все-таки, когда я слышу, как люди отзываются о беженцах, например, это очень большой раскол в немецком обществе, я думаю, ты не будешь с этим спорить, я имею в виду о тех беженцах, которые массово попали в Европу в 2015 году, это изменило очень сильно отношение к Меркель, ну, скажем, на какое-то время, по крайней мере. Многие до сих пор ей это не могут не забыть, не простить. когда происходят такие новостные события, когда происходят такие новостные события драматического и трагического свойства, как теперь, когда кто-то из этих беженцев совершает преступление, и довольно жуткое преступление, я имею в виду убийство продавщиц в магазине, вот этим сомалийским парнем, которое сейчас очень много обсуждается, в Германии, то этот вопрос становится снова таким актуальным. В этот момент, мне кажется, Германия очень гомогенная, потому что очень многие говорят, да просто не надо было их пускать, зачем вот это нам все вообще нужно? И вот эти терпимости все, о которых ты говоришь, и понимание, что бывают разные, скажем так, явления, и вообще понимание, да, его становится как-то очень мало. Поэтому, не знаю, я очень... У меня другие впечатления, скажем так, о том, что такое немецкое общество в плане восприятия diversity, да, разнообразия. Берлин в этом смысле не вся Германия, мы же это понимаем. Это чистая правда. Берлин – это не Германия, как Москва – это не Россия, как Париж – это не Франция и так далее. Это верно не в отношении всех стран, но в отношении многих. Нью-Йорк – это тоже не Америка, безусловно. Мы, к счастью, живем в Берлине, и потому мы находимся на острие. Мы знаем от наших сограждан, согарожан даже, немножко больше, чем человек может понять про настоящий момент, находясь где-то еще в глубинке. Но я очень хорошо помню, как наша церковь здесь за углом была завешена транспарантами в тот момент, когда появилось много беженцев, о том, что, пожалуйста, люди, надо любить всех, пожалуйста, беженцы – это наша ответственность и так далее. Это было очень хорошо, никого это не оскорбляло. Ну, ты-то не знаешь, но то, что эти плакаты кто-то повесил, это очень хорошо, и эти люди, они выразили свою точку зрения, но то, что чувствовали те, кто их читал, ты не знаешь. Да, разумеется, я знаю не про всех, разумеется, но тем не менее, мне представляется абсолютно протестантской и очевидно протестантской вот эта идея, что надо помогать разным людям, включая тех, которые тебе не нравятся. Несмотря на то, что в Германии есть не только протестанты, но и католики, вот такое протестантское, немножко начетническое отношение к тому, а что нужно делать, чтобы быть достойным человеком, оно в данном случае очень помогло беженцам в том числе. То есть человек обязан, просто обязан помогать, чтобы поставить галочку. Он не обязан любить этих людей, но он обязан им помогать. Вот тут уже входит в клинч с такой точкой зрения наша, русская. А что ты предпочтешь, когда тебе действительно будет плохо? Чтобы тебя от души пожалели? Или чтобы к тебе не относились никак, но чтобы тебя физически спасли? Боюсь, что все-таки второе. И это вещь, которая спасает это общество без конца, продолжает спасать и дальше, и дальше. И это прекрасная вещь. Ну, я думаю, что можно закончить рассказом о том, как же в школе преподают религию и преподают ли ее. С того, что мы обсуждали до этой программы, я так поняла, что да, и что при этом это как-то очень весело. Ну, на самом деле, я просто от нескольких немецких школьников слышала совершенно замечательную вещь, что, например, педагог по религии, он вообще считается самым сексапильным в школе. Почему, никто не знает. Это такое детское, подростковое заблуждение. Есть учителя, которых любят, а есть те, которых не любят. Возможно, любят именно их. Почему? Другой вопрос. Преподаватель религии это человек, который выкован в борьбе. Тех людей, которые учились преподавать теологию, их долго учили, как вести дискуссию. Их долго учили, как правильно общаться с теми, кто тебя, может быть, не совсем понимает. И надо сказать, что, в общем, они хорошо научились это делать. Еще одна забавная вещь, тоже расскажу историю. люди, которые, вот, казалось бы, учил ты теологию всю жизнь, и куда потом деваться. Ну, хорошо, в школу ты, предположим, не хочешь идти преподавать. Что же делать? Прости, Тат, извини, я так и не поняла. А теология – это предмет прямо в школе? В школе можно выбрать, что ты учишь. Учишь ли ты религию, или ты учишь, изучаешь общеэстетические и общеморальные, так сказать, основания? Человек может выбрать, и, разумеется, тут тоже решение не только школьника, но и родителей, потому что можно выбрать, например, христианство, можно выбрать и углубить свои познания в мусульманстве. Иногда родители принимают решение, исходя из того, что ребенку придется жить в христианской стране, пусть он выучит, как это бывает, потому что дома мы все мусульмане, и он больше ниоткуда не получит эти знания. Или, соответственно, противоположная точка зрения, пусть человек узнает, что такое мусульманство, потому что он об этом нигде больше никогда не узнает. Есть же другие люди, которые решают, что, ну, пускай аккуратно, так с общеморальной точки зрения поучат всего и понемножку. То есть, на самом деле, никто никого ни к чему не принуждает, но общее образование дети получают воленс-ноленс. И это прекрасно, несмотря на то, что многие, скажем, родители, тех родителей, наши соотечественники, приезжая сюда, участвуют в разговорах на грани скандала, воспринимая занятия, так сказать, религией примерно так же в штыки, как они воспринимают занятия по сексуальному просвещению. А зачем это ребенку? Там, в 8 лет, в 9 лет, в 12 лет, а в 13 лет потом уже, наверное, поздно учить человека пользоваться презервативом. Пусть он лучше научится это делать раньше. И ровно такая же вещь касается и религии. Пусть ребенок как можно раньше узнает, что можно жить по-разному, можно верить по-разному. И вообще, говорят, такая прекрасная вещь, это совершенно не то, что, опять же, многим русскоязычным знакомо по современной России, когда в школу в принудительном порядке раз в неделю приходит поп и рассказывает что-то такое, с чем нельзя соглашаться или не соглашаться. И это, как правило, человек, с которым не поспоришь и не поговоришь. Здесь же совершенно обратная вещь. Это часто бывают люди, с которыми хорошо поговорить. Но, подожди, в школах, в школах России вовсе нет обязательно предмета религия, ведения. Ты так говоришь, как будто у нас попы прям вот как при Володе Ульянове ходят, а ты ему нет, закон Божий не указ и четверку получил. Да нет, конечно же, я понимаю, что эти самые православные священники, они появились только в каких-то православных школах. И я знаю, неоднократно слышала от своих знакомых про то, что школа у нас теперь стала православной, и теперь нам обязательно предписана исповедь раз в неделю, раз в месяц и далее в зависимости от школы. И я помню, что это было очень забавно, когда вдруг понимаешь, что школа пытается собой подменить религиозную общину в том случае, если внедряется преподавание религии. В Германии этого нет никогда, хотя, конечно же, здесь есть частные католические школы, частные протестантские школы, иудейские и так далее. И там, очевидно, как-то это все протекает по-другому, тут я уже не знаю подробностей. Ну, хорошо, а если ты не хочешь преподавать школу в школе религию, что ты делаешь после факультета теологии, теософии, уж не знаю, как это правильно называется. Наверное, так и так, да. Ладно, я просто коротко расскажу одну смешную вещь, чтобы закончить все-таки на забавном. Человек учился в Тюбингене, много лет учился на пастора, но так получилось, что потом, когда он закончил, он учился, он устроился работать в рекламную компанию и получает намного лучше, чем он мог бы получать где-нибудь в церкви. И как он сам смеется, при том, что он человек верующий. Говорит, я долгие годы учился продавать продукт, которого нет. А, ну это очень, это немножко святотастом попахивает, я хочу сказать. Да нет, от чего, почему? Это, повторяю, человек верующий, ему это совершенно не мешает шутить вот на такие темы. Это нам кажется, что Бога можно оскорбить или чувства верующих или еще что-нибудь. Здесь их оскорбляли испокон веков. Хорошо, в Берлине традиция карнавала не имеет длинной истории, но вообще в Германии обращаться с религией по-свойски это нормально. Нам этому бы надо поучиться, конечно. Спасибо, Тата. Это было хорошее резюме. Обращаться с религией по-свойски это нормально, сказала Тата Гутмахер, берлинский филолог и историк. Меня зовут Мария Макеева. Это подкаст что имели в виду немцы и мы вот так вот ловко разобрались с такой сложной темой, как отношение к Богу. Я, конечно, шучу. Надеюсь, что наши слушатели во-первых, подпишутся на Уст-Вест, послушав этот подкаст, а во-вторых, напишут нам в комментариях, что они сами об этом думают. Спасибо большое, Тата. Спасибо, Маша. И пока, друзья, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин